Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня мы представим вашему вниманию обзор журнала «Современная библиотека» за первое полугодие 2021 года, номера с 3 по 8. Сегодняшний обзор мы решили разделить на 6 рубрик, а именно «События», где вы узнаете о новостях и прошедших мероприятиях, «Проекты». Здесь мы представим выдающиеся и достойные внимания идеи и покажем их реализацию в библиотеках России. В рубрике «Персона» уделим внимание отдельным личностям и их достижениям. «Библиотечное пространство» – здесь мы расскажем о необычных библиотеках и формате их устройства. Рубрика «ИКТ» – информационно-коммуникационные технологии. И рубрика, посвященная Дню Победы и Бессмертный книжный полк. Пандемия длится не первый год, и теперь онлайн-форматы работы для сотрудников библиотек перестали быть неожиданностью. Сейчас библиотекари научились не просто умело пользоваться онлайн-инструментами, но и создавать новые, интересные, необычные форматы работы и подходы. Начнем с рубрики «События». В номере 3 на странице 40 в статье «Детская книга шагает по стороне» мы узнаем, как прошла неделя «Детской книги» в этом году. В Российской государственной библиотеке состоялась презентация программы «Всероссийской недели детской книги». Участниками встречи стали детский писатель Андрей Усачев, члены семьи классиков отечественной детской литературы. Это Татьяна Щегляева, Барто, Александр Маршак, Дмитрий Чуковский. Главная особенность недели детской книги в этом году – она действительно стала всероссийской. В ней принимали участие библиотеки из всех 85 субъектов Российской Федерации. Впервые праздник под названием «Книжкины именины» состоялся в Москве в марте 1943 года по инициативе детского писателя Льва Кассиля. Со временем он превратился в масштабные события для советской детворы, широко отмечавшиеся во всех союзных республиках. И самое активное участие в нем, конечно, принимали классики детской литературы. На странице 51 в статье «Книга об очень счастливом человеке» мы вам расскажем про один день книжной ярмарки «Нонфикшн», в рамках которой состоялась презентация книги. Это была особенная презентация, потому что речь на ней шла не только о книге в результате труда огромного числа людей, но и о человеке, создавшем и библиотеку, и институт, воспитавшим не одно поколение поистине глубоко думающих, образованных людей. Этот двухтомник – великий библиотекарь Маргарита Ивановна Рудомино. Представили эту книгу внук Василия Рудомино, Вадим Дута, генеральный директор Российской государственной библиотеки, Павел Кузьмин, генеральный директор Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы, Михаил Афанасьев и Владимир Познер. Презентацию провела Любовь Казаченкова, главный редактор журнала «Современная библиотека». Книга выпущена с 20-летию, со дня рождения Маргариты Ивановны, и включают ее статьи, письма, а также воспоминания деятелей российской культуры, зарубежных коллег. Документы и материалы из архива Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы и семьи Рудомино. Множество статей и фотографий опубликовано впервые. В номере 4 на странице 45 в статье «Шедевр вернулся хранителям» автор расскажет о Мариинском Евангелии, книжном памятнике ранней славянской письменности, который имеет научное и культурно-историческое значение. Языковеды определили, что написано Евангелие на старославянском языке сербской редакции. В научной литературе оно датируется рубежом X-XI веков. Только вдумайтесь, тысяча лет книги написаны еще до принятия христианства на Руси. И это реальная книга, ее можно видеть, даже переворачивать страницы. Тысячелетия проскользнуло, сколько династии и поколений людей ушло, а книга живет и поныне. Над ее восстановлением почти два года трудились волшебники-реставраторы Российской государственной библиотеки. Состояние Евангелия было проблемным, но специалистам удалось восстановить не только страницы, но и переплет. И вот 5 апреля в торжественной обстановке в доме Пашкова, хранители отдела рукописи Российской государственной библиотеки приняли восстановленный памятник человечества. На странице 55 статья под названием «Библиотекарь будущего. Каким ему быть?» Мы расскажем о том, как прошла форсайт-сессия «Библиотекарь будущего». Ее главной задачей была выработка предложений по изменению жестких и мягких навыков, необходимых библиотекарю будущего для эффективной работы. Организаторами выступили Российская государственная библиотека, Иркутская областная государственная универсальная научная библиотека имени Молчанова-Сибирского, Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики, проект «Атлас новых профессий» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Министерства культуры и архивов Иркутской области. Мир стремительно меняется. В глобальном масштабе увеличивается скорость перемен в жизни человека и общества, темп развития технологий, усиливается глобальная цифровизация и активно внедряется искусственный интеллект во все сферы жизни. Но на этом фоне отчетливо заметен разрыв между уровнем компетенции современных специалистов библиотек и требованиями, диктуемыми сложившейся ситуацией. Перед профессиональным сообществом стоит задача выстроить образовательную модель, позволяющую адаптироваться к новым, быстро меняющимся условиям цифровой эпохи. Формат форсайта выбран как способ проявления разных позиций, методика сбора данных. Эмпирические материалы, собранные во время сессии, предлагаются экспертам из различных отраслей для детального анализа. В номере 5 на странице 31 российский интернет-форум 25 лет. Расскажем, как прошло культовое мероприятие Рунета и отметила четверть века. Юбилейный 25-й российский интернет-форум прошел в мае 2021 года. Современные условия позволили участникам окунуться снова в атмосферу фестиваля, форума и праздника интернета. В этом году форум по традиции собрал лучших представителей IT-индустрии, страны для обмена знаниями и опытом в рамках фестивальной программы. Ведь 2020 год отлично нам доказал, что IT-отрасль самая сплоченная и готова работать и помогать друг другу в любых ситуациях. Но без живого общения и личных встреч все же никуда. На странице 45 в статье «О души с душою для души» авторы расскажут о международном форуме «Альма». Слово «Альма» в переводе с испанского означает «душа». И оно очень точно характеризует образ мероприятия, который уже в четвертый раз проходит в Москве. Этот форум ежегодно организует библиотека иностранной литературы имени Рудомино с участием руководителей Международной федерации библиотечных ассоциаций и учреждений ИФЛА и других зарубежных профессиональных ассоциаций. 20 апреля 2021 года ведущие представители отечественного и мирового библиотечного сообщества в течение четырех часов обсуждали роль библиотек в современном обществе. На специальной сессии, посвященной 100-летнему юбилею Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы, были представлены основные достижения вековой деятельности этой федеральной библиотеки. Мероприятие состоялось в очно-заочном формате. Участниками встречи стали руководители российских и зарубежных библиотечных ассоциаций, директора и сотрудники федеральных и региональных библиотек России, преподаватели библиотечных дисциплин и представители профильных СМИ. В этом году организаторы предложили обсудить тему лидерства, роль библиотек в развитии социальной сферы и обеспечении качества жизни местного сообщества, роль учреждения в развитии библиотечной отрасли своего региона и страны, роль личности в развитии и осуществлении эффективной деятельности учреждения. Озвучала тема так. Библиотека. Лидер или неигровой персонаж? В номере 6 на странице 45 в статье «И все-таки он состоялся» расскажем про Международный форум «Книга, культура, образование, инновации». Он состоялся в городе Судаке, Республика Крым. После 2020 года, за месяц до начала, форум был отменен. Этот год держал напряжение участников и оргкомитет до последнего. Все следили за эпид-ситуацией в России и Крыму, но были готовы к любому развитию событий. И вопреки всем обстоятельствам, форум состоялся в живом формате. За 5 рабочих дней прошли 35 профессиональных мероприятий. У Крымской конференции есть свои традиции. Например, она открывается ежегодным докладом Шрайберга, который выносит на суд слушателей свои соображения по различным актуальным проблемам. В этом году, конечно же, не обошлось без пандемии как фактора влияния развития на развитие общества, цифровую трансформацию всех сфер. Секционная работа тоже традиция. Секции сливались и разделялись, меняли названия, но продолжали работу. Еще одна хорошая традиция форума – это публичные лекции. Хотелось, чтобы традиций было больше, заключают участники форума. На странице 62 в статье от Арбикона «Карфорум» Наталья Викторовна Соколова, директор Центра информационно-библиотечных систем Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, кандидат технических наук, расскажет о крупной международной конференции. «Белые ночи» много лет в образовательных и культурных сообществах ассоциируются не только с уникальным природным явлением, но и с серьезным профессиональным событием Международной конференцией Корпоративной библиотечной системы технологий и инноваций. В этом году она прошла в июне. В ней приняли участие 350 человек из 160 организаций, 40 регионов и 56 городов России, а также 8 зарубежных стран. В офлайн-формате участвовали 96 человек из 17 городов и 16 регионов. В результате состоявшегося на конференции конструктивного диалога участники пришли к выводу о необходимости ускоренного внедрения современных технологий в библиотеках, развития разнообразных форм сотрудничества и сетевого взаимодействия. На странице 68 в статье «Книжный праздник у стен Кремля» вы узнаете о новом сезоне книжного фестиваля «Красная площадь». Он был непростым. В связи с ухудшением ситуации его сроки перенесли, до последнего момента не было ясно, состоится это долгожданное для всего книжного сообщества событие или нет. Но оно состоялось. Да, с ограничениями, но тем не менее москвичи и гости столицы получили возможность приобщиться к прекрасному миру литературы, пообщаться с любимыми авторами, приобрести новинки по издательским ценам, насладиться лекциями, мастер-классами, концертами, спектаклями. Для тех, кто не имел возможность побывать на площадке у Кремлевской стены лично, партнер фестиваля «Социальная сеть ВКонтакте» вел трансляцию происходящего. Если прийти на Красную площадь в этом году смогли только около 50 тысяч гостей, то онлайн-марафон фестиваля посмотрели свыше 5 миллионов зрителей. В номере 6 на странице 68 экспертной сессии, интерактивы, воркшопы и опен-колы представляет Марина Павловна Захаренко, председатель молодежной секции РБА, заместитель директора по научной и методической работе Российской государственной библиотеки для молодежи, кандидат педагогических наук. Представители библиотечной, молодежи и эксперты обсудили, какими сегодня должен быть молодой профессионал, а значит и современная библиотека, и как использовать широкие возможности библиотек для продвижения новых проектов. Девятый форум молодых библиотекарей России состоялся на этот раз в самом западном регионе страны, Халининградской области. Напомним, история форума молодых библиотекарей, которая проходит по инициативе и при поддержке Российской библиотечной ассоциации, началась в 2006 году. С периодичностью два раза в год он собирает наиболее инициативных молодых библиотекарей в разных регионах страны. Первый принимала Москва, второй – Омск, третий – Саратов. Далее были Чебоксары, Рязань, Иркутск, Екатеринбург, Белгород. С полным основанием можно утверждать, что идея проведения этого профессионального мероприятия в регионах страны оказалась привлекательной и жизнеспособной. В сентябре 2021 года города Калининградской области, Калининград, Светлогорск, Пионерский стали площадками для обсуждения самых актуальных проблем библиотечного дела, возможностей современных цифровых технологий и эффективных профессиональных коммуникаций, молодых специалистов с авторитетнейшими в своей предметной области экспертами. Вне зависимости от места проведения, форум всегда объединяет на своей площадке наиболее талантливых и активных представителей библиотечной молодежи, искренне увлеченных профессией, нацеленных на развитие библиотек и культуры в целом. Далее мы переходим к рубрике «Проекты». В номере 4 на странице 42 в статье «Симбиоз искусства и науки» Елена Сергеевна Устюжанина, заведующая отделом документов по искусству Крымской републиканской универсальной научной библиотеки имени Ивана Франко, расскажет про проект, организованный сотрудниками отдела документов по искусству совместных дирекций арт-резиденции «Берег». Искусство и наука – два великих двигателя развития человечества, источники творчества и вдохновения. Чтобы делать научные открытия, необходимо выходить за рамки академического опыта, искать в ответы в разных областях знаний, в том числе и искусстве. Можно ли подключить деревья к интернету? Обладают ли морские моллюски коллективным сознанием? Способен ли искусственный интеллект превзойти разум человека? На эти и другие вопросы можно получить ответы, вникнув в статью о проекте под названием «Арт-доктрина». Выставка была посвящена Году науки и технологии в Российской Федерации. У номера 4 на странице 69 в статье «О чем рассказывает подкаст» Татьяна Семеновна Козлова, заведующая Зональным центром консервации библиотечных фондов ЦГБ имени Черемных города Братска Иркутской области, расскажет про такой интересный и инновационный формат работы, как подкасты. Это информация, которую удобно слушать фоном в любое время, во время уборки, занятий спортом или по дороге на работу. Подкасты «Здесь и сейчас» – это цикл подкастов, которые можно послушать в социальной сети ВКонтакте. Здесь вы можете услышать мнение людей о своей профессии и о городе, в котором они сейчас живут и работают. В библиотекаре приглашают для интервью людей разных профессий и узнают от них, чем же так удивительна их профессия. Своим мнением уже поделился концертмейстер, альпинист, актер, хореограф, преподаватель японского языка, архитектор и многие другие. В архиве материалов у библиотеки уже 44 выпуска. Такой формат общения с представителями самых разных профессий очень интересен и актуален. В номере 7 на странице 54 в статье «Иностранный отдел. Многое по плечу» Ксения Алексеевна Тареева, заведующая отделом литературы на иностранных языках в Национальной библиотеке имени Пушкина Республики Мордовия, расскажет, как во время пандемии библиотека продолжала организовывать фестивали, акции, флешмобы, круглые столы, форумы, конкурсы, библио-встречи. Подача была одна – стать как можно ближе к любителям книги и литературы, пусть даже через экраны компьютеров и смартфонов. За год библиотекари инициировали множество онлайн-проектов. Также сотрудники приняли участие в конкурсе молодежных креативных проектов «Таврида помогает» от арт-кластера «Таврида» с одним из онлайн-проектов «Библио-бэкстейдж», основная цель которого – показать, что в библиотеке работают молодые перспективные специалисты. Они знают культурные ценности, любят книги и готовы увлечь этой любовью других. О прочих интересных проектах вы подробнее можете прочитать в статье. Отдел ведет активную аналитическую, грантовую, научную, методическую и проектную деятельность. Современные перспективы развития требуют новых креативных мобильных подходов, нацеленных на решение ключевых вопросов, которые под силу только сплоченные команды для текарей нового поколения, любящих свое дело и вдохновляющих других на новое совершение. В номере 7, на странице 90, в статье «Битва проектов» Рада Сергеевна Сахаренкова расскажет про интерактивные формы мероприятий для читателей, которые давно стали неотъемлемой частью деятельности библиотек. В профессиональном же общении игровые методики применяются реже. Здесь отдается предпочтение традиционным, монологичным формам – лекциям, семинарам, докладам. Между тем, в образовательной практике накоплен большой опыт интенсивных обучающих технологий интерактивного характера. Имитационные, ролевые игры, тренинги, кейс-стадии, мозговой штурм, творческие мастерские, мастер-классы, дискуссии. При разработке семинара-практикума по созданию проектов библиотекары остановились на формате деловой игры. Деловая игра повышает мотивацию, способствуя знакомству и сплочению коллектива. Позволяет экспериментировать, без страха совершить ошибку. Развивая творческое мышление, участники игры «Битва проектов» – специалисты муниципальных библиотек города Краснодара. С помощью жеребьевки разделились на несколько групп. Задачей каждой команды стало создание полноценного социокультурного проекта. А награды по окончании игры – приобретенные знания о том, из чего состоит типовая заявка на грантовый проект, как заполняется каждый из ее пунктов, а главное – творческие идеи. Номер 8 на странице 62. В статье «Как совместить разные миры» Станислав Германович Бергер делится, как период пандемии заставил библиотекарей всей страны изучить новые способы общения с читателями. В ход пошли видеокамеры, микрофоны, лампы для съемок, презентации, виртуальные экскурсии, а также безграничные воображения, способные перешагнуть через любые преграды. Каждый библиотекарь решил задачу нового общения с читателем по-своему, положив уникальный опыт, рассказав свою историю в видении вопроса. Вот в год, когда библиотекари Волгоградской молодежной библиотеки узнали, что такое удаленка, стартовал проект «Дамоклов мерч». После была запланирована лекция «Зачем человеку мифы?». Дали игра «Индуизм и квантовая физика». Квест «День Лары Крофт». Первые мероприятия начались бодро, пока не стало ясно, что тотального закрытия не избежать. Но также было очевидно, что в прежнем формате проекты продолжаться не смогут. Здесь библиотекари стали искать выход из ситуации. А как у них это получилось, вы сможете узнать в статье. В итоге стало ясно, что виртуальные мероприятия не так уж и плохи и могут стать элементом творчества, раскрыть новые грани оффлайн-проекта, ведь с помощью видеоролика можно совершить виртуальные путешествия. Посредством музыки создать необходимую атмосферу, а главное – сделать информацию доступной в любой момент времени. Далее переходим к рубрике «Персона». В номере 4 на странице 8 в статье «Стартовал библиотекарь года 2021» в первых числах апреля начался прием заявок для участия по всероссийскому конкурсу «Библиотекарь года 2021», который направлен на сохранение высоких стандартов деятельности библиотечной отрасли, выявление лидеров профессионального мастерства, поощрение молодых специалистов, продвижение социально значимых библиотечно-информационных проектов, обмен актуальным профессиональным опытом и широкое внедрение инноваций в библиотечное обслуживание жителей России. Учерзителем конкурса выступает Министерство культуры Российской Федерации, организатор Российской национальной библиотеки, соорганизатор Санкт-Петербургский государственный институт культуры. Конкурс проводился при поддержке Российской библиотечной ассоциации. К участию приглашаются сотрудники общедоступных библиотек в России со стажем работы не менее двух лет и студенты очных отделений вузов и СПО. Победительница конкурса Марина Валерьевна Мехедова делится впечатлениями. С каждым годом в конкурсе все больше воодушевленных участников. Это значит, что люди хотят быть творцами, деятелями изменений в сфере культуры. Но культура не рождается и не живет в отдельно взятом учреждении. Культура – это смыслы и ценности, которыми должна быть пронизана вся наша жизнь. В номере 8 на странице 18 опубликованное интервью библиотека должна работать для своего сообщества. Статьяна Павловна Мардуляш, которая окончила юридический факультет Московского государственного университета имени Ломоносова, затем магистратур в Оксфорде. Несколько лет проработала в международных юридических компаниях. С 2013 по 2014 год была советником генерального директора Политехнического музея. С 2015 года трудилась в Третьяковской галерее. В 2016 году в качестве заместителя директора по развитию. И в 2021 году назначена министром культуры Самарской области. Редакция журнала попросила Татьяну Павловну рассказать, как развивается культура региона в условиях цифровой трансформации. Поднимаются вопросы о межрегиональном книжном фестивале, национальном проекте «Культура», вопрос, каким должен быть образ современной библиотеки, обновлении фонда библиотек и бюджета на комплектование. Далее переходим к рубрике «Библиотечное пространство», которая состоит из трех примеров небанального видения современной библиотеки. В номере 4 на странице 82 в статье «Как пройти библиотеку» автора Дмитрия Зилова, кандидата исторических наук, члена Союза писателей России, можно ознакомиться с исключительным случаем планировки библиотечного пространства. Библиотеки бывают самые разные – взрослые, детские, районные, центральные, общедоступные и узкоспециализированные. Абсолютное большинство из них строится, в общем-то, по стандартам, типовым проектам. Библиотека «Алвара Алта», которая находится в Выборге – счастливое исключение. В 2021 году автору довелось выступать в ее стенах. С конца прошлого столетия Центральная городская библиотека Выборга по праву носит имя построившего ее в 1935 году архитектора «Алвара Алта». Этот финский зодчий известен именно как строитель библиотек, а библиотека в Выборге является его главным шедевром и, по сути, единственной сохранившейся на территории России постройкой в стиле европейского функционализма. В номере 8 на странице 51 в статье Ольги Александровны Андреевой, ведущего методиста методикой инновационного отдела Невской ЦБС города Санкт-Петербурга, мы узнаем об открытии нового библиотечного пространства в городе-на-Неве под названием «Переплет» на Невском проспекте в Санкт-Петербурге «Праздник». После ремонта открылась старейшая библиотека города, носящая имя Надежды Константиновны Крупской, а теперь получившая название «Переплет». В настоящий момент фонд библиотеки составляет свыше 700 тысяч книг. До начала капитального ремонта насчитывалось более 5000 читателей. Руководители библиотеки уверены, что после реконструкции и появления мультимедийного парка количество посетителей значительно увеличится. Библиотека видоизменилась. Интерьер наполнился библиотечными деталями, книги уютно расположились на новеньких полках. Высокие потолки в стиле лофт выглядят неожиданно гармонично на фоне окрашенных пастельной тона стен. А причудливые светильники озаряют путь любому, кто входит в библиотеку. Кричащие краски здесь не подходят. Сотрудники и читатели хотели сохранить петербургский стиль как самое дорогое. На странице 70 в статье «Трансформер библиотечного пространства» вы узнаете, как можно сделать конструктор из библиотеки. Для того, чтобы библиотеки Ростова-на-Дону отвечали требованиям современности и сотрудники могли избавиться от творческого застоя, специалисты методического отдела Центральной детской библиотеки имени Ленина разработали игру конструкторов в формате игрового практикума «Функциональное зонирование». Технологии игрового практикума основаны на конструкторе проектирования библиотечных пространств, разработанном Министерством культуры Российской Федерации. Создание по всей стране культурных библиотек в рамках реализации нацпроекта «Культура» дало огромный толчок к трансформированию библиотечной отрасли. Современная библиотека – это сложная система, включающая живое, креативное пространство с лучшими книжными новинками, подписками на ведущие цифровые библиотеки, технические и творческие лаборатории, современный квалифицированный персонал и, главное, многочисленные посетители библиотеки, которые принимают ее как место для самореализации и самообучения. Переходим к разделу информационно-коммуникационной технологии. И первой в этой подборке будет статья «Главные тренды IT-индустрии в 2021 году». Исследовательская и консалтинговая компания «Гартнер», основанная еще в 1979 году, из первых шагов она специализируется на анализе рынков информационных технологий. Эта компания представила топ-трендов на 2021 год. «Гартнер» считается ключевым исследователем рынков ИКТ. Ежегодно «Гартнер» организует около 50 конференций, специализированных по региону или какой-либо прикладной тематике, а также симпозиумы, выставки, тематические саммиты. В конце октября 2020 года состоялась онлайн-конференция «Гартнер IT-симпозиум Экспо» – одно из главных отраслевых мероприятий для руководителей в IT-индустрии. На ней аналитики «Гартнер» рассказывали об основных отраслевых тенденциях и о том, как организации могут использовать IT для решения задач и повышения эффективности, а также о стратегических трендах в IT-индустрии, на которые нужно обратить внимание в 2021 году. Основные тенденции подчеркивают изменения, что происходит в мире информации. В ближайшие 5-10 лет именно они, по мнению аналитиков агентства, приведут к появлению новых возможностей. В номере 5 на странице 60 в статье «Радости и муки творчества» Ирина Евгеньевна Сафонова и Полина Юрьевна Молчанова расскажут об образовании нового отдела и его компетенциях. Отдел социокультурных коммуникаций научно-технической библиотеки Томского политехнического университета был создан в 2018 году. Этот отдел молодой, из-за решения задач позиционирования библиотеки ВУЗа как информационно-культурного центра, продвижения ее ресурсов, сервисов и услуг. Подразделение отвечает за организацию и поддержку представительств библиотеки в интернет-пространстве, организует и проводит социокультурные мероприятия, координирует культурно-просветительскую работу библиотеки, в том числе НТБ в общероссийских, городских и общеуниверситетских событиях и проектах. Потрудники отдела, как контент-менеджеры, ставят перед собой задачи. Во-первых, это освещение событий и мероприятий, а также публикация новостей НТБ, реклама информационных ресурсов и услуг, предоставляемых библиотекой, консультирование и общение с использованием в формате онлайн. Внимание необходимо уделить каждой мелочи. О странице в интернете до обратной связи. На странице 64 «Как и зачем делать кино без денег и опыта» Анна Александровна Кочергина, социолог, автор сценария к фильму, руководитель молодежного пресс-центра Астраханской библиотеки для молодежи имени Шаховского, расскажет о многозадачности библиотекаря. Собственные группы во ВКонтакте и Фейсбук, комнаты в Клабхаус, каналы в Телеграм, видеохостинги, кажется, в медиапространстве не осталось места, где бы не вступала нога библиотекаря. Библиотеки держат руку на пульсе, ведут блоги, записывают клипы и подкасты. Несколько лет назад Челябинская центральная библиотека имени Пушкина буквально взорвала интернет своим фильмом вовремя, преследующий простую цель напомнить читателям, что книги нужно возвращать в срок. Ролик больше напоминал трейлер блокбастера. Подобные медиавыходки – безусловный плюс библиотекарям. Однако можно подумать, что направив усилия на разрушение в массовом сознании образа пыльного книгохранилища, библиотеки отодвинули на задний план свои основные функции. Это, конечно, не так. Они по-прежнему выдают книги, комплектуют фонды, а наряду с отвлекательным контентом делают и просветительские, например, фильмы. В преддверии столетнего юбилея поэта-фронтовика-инженера-журналиста Бориса Михайловича Шаховского сотрудники Астраханской библиотеки для молодежи, названные его именем, стали собирать свидетельства тех, кто лично его знал, разговаривал с ним, слушал его стихи. В ходе работы этот нехитрый, казалось бы, замысел неожиданно трансформировался в амбициозный. А не снять ли настоящий фильм? В номере 7 на странице 22 Оксана Владимировна Кропотина утверждает «Не знаешь, о чем писать? Пиши о книгах». О чем писать в библиотечных группах? Такой вопрос можно часто услышать от библиотекарей. Какой контент размещать? Чем наполнять библиотечную группу? Но на сегодняшний день эти вопросы кажутся необоснованными. Автор статьи отвечает на этот вопрос так. В году 365 дней. О фонде любой библиотеки книг в разы больше. Так как мы работаем в библиотеке, основной инструмент работы у нас книга, то о книгах и нужно писать. Это самый выигрышный вариант. Но с другой стороны, в библиотечных группах можно писать обо всем. Инфоповодов предостаточно. Для поддержания интереса к своему аккаунту библиотеки должны выставлять интересную, познавательную, уникальную информацию. Работа с контентом – очень творческая деятельность. Библиотекарь должен быть в тренде молодежных новинок в социальных сетях и музыке. Пытаться интегрировать, адаптировать этот материал под свой аккаунт. Контент должен быть сбалансированным, высококультурным, но при этом живым и интересным для широкой аудитории. В статье вы узнаете и сможете разобраться, какой контент могут использовать библиотеки в социальных сетях. В номере 8, на странице 66, в статье «Книжные стримы. Новые форматы». Юлия Михайловна Леушина, ведущий методист научно-методического отдела Мурманской областной детско-юношеской библиотеки имени Махаевой, расскажет, с чего началась история книжного стриминга Мурманской областной детско-юношеской библиотеки. Незадолго до всеобщего локдауна, в марте 2020 года, массовые мероприятия уже были под запретом. Но сотрудникам было важно показать и рассказать, что библиотека продолжает работать, и в нее можно прийти, хотя бы и виртуально. Библиотека продолжает работать. Автор статьи делится опытом. Что же такое стрим? Для чего это нужно? Перейдем в последний на сегодняшний день рубрике. Рубрика «Бессмертный книжный полк» посвящена Дню Победы, и в ней мы расскажем про конкурс и акцию, направленные на сохранение памяти о Великом Дне. В номере 4 на странице 14 статья «Земляк. Знаменосец. Победа». Все знают, что в Центральном музее Вооруженных сил России хранятся Знамя Победы. То самое знамя, которое водрузили на фронтоне Рейхстага в мае 1945 года сержантами Михаил Егоров и Мелитон Кантария. Однако не всем известно, что на самом деле героев было трое. Возглавлял группу смельчаков лейтенант из Ростова-на-Дону Алексей Берест. Его имя тесно связано с ростовскими библиотеками. Старожилы утверждают, что в 60-е годы Алексей Прокофьевич неоднократно посещал библиотеки Донской столицы, проводил встречи с читателями. В настоящее время популяризация имени Береста это особая страница библиотечной деятельности. Заведующая Организационно-Методическим отделом Центральной городской библиотеки Ростова-на-Дону в статье рассказывает о поддержке дружеских отношений с семьей Береста, о произведении читателя «Баллада о Бересте», о мемориальной доске и увековечении памяти о подвиге. В номере 4 на странице 18 в статье «Книга о памяти» и про память автор Ирина Алексеевна Жукова, заведующая Детской библиотекой номер 8 Несской ЦБС города Санкт-Петербурга, расскажет о книге «Память», которая была создана силами работников Детской библиотеки номер 8. «Память» представляет собой сборник рассказов юных авторов о людях, переживших Великую Отечественную войну. Рассказы о прадедушках и прабабушках, кто воевал, трудился в тылу или детьми пережил тягот и страшной войны. Произведение ребят – то, о чем нельзя прочитать. В номере 8 на странице 86 в статье «Медиапространство. Живая память» Наталья Николаевна Чайкина, заведующая молодежной библиотекой ЦБС города Канска Красноярского края, рассказывает о крупном проекте библиотеки «Живая память», который проходит в двух форматах – офлайн и онлайн. На странице ВКонтакте и на канале YouTube ведутся онлайн-лекции, посвященных основным этапам Великой Отечественной войны, демонстрируются виртуальные экскурсии по памятникам и мемориалам Великой Отечественной войны. А заключительным этапом стало проведение теста «Победный маршрут». Работа по данному направлению библиотеки продолжается. Специалисты библиотеки постоянно находятся в поиске новых форматов взаимодействия с молодежью и расширяют спектр услуг. Итак, в рамках сегодняшнего обзора своим опытом работы поделились коллеги из 13 территорий нашей страны, рассказали о своих мероприятиях, нововведениях и новостях 20 библиотек. На страницах журнала мы рассмотрели 27 статей. Вот таким насыщенным оказался материал журнала «Современная библиотека». Спасибо за внимание и до новых встреч!